ПОМИДОРКА ЗА РЕШЁТКОЙ У нас матч открытия. Матч открытия против Норвича. Состоялся смотр игроков, мы выбрали основу и, собственно, готовы к игре. Посмотрим, как игроки себя проявят именно в этом матче, когда всё будет стоять на кону, собственно. Потому что теперь это уже не предсезонка, это не товарищеские игры, это матч за очки. И такие команды, на мой взгляд, как Норвич, мы должны выигрывать. Несмотря на то, что мы выиграли лишь однажды, и это была симуляция. Как-то так. Ну что ж, английская премьер-лига, господа. Эвертон, Норвич. Ну, немножко по-другому. Норвич, видите, конечно же, против Эвертона. Мы в гостях. Ну что ж, посмотрим на то, как выйдут господа игроки. На поле. Вот они уже появляются. Впереди идёт судейская бригада. За ними уже две команды. Норвич и Эвертон. Полные трибуны. Все билеты, по всей видимости, проданы. Это очень радует. И очень она страивает на отличную игру. Надеюсь, ребята готовы. Надеюсь, ребята готовы показать именно класс. Очень будем опасаться Эльмандера, который в основе под Льюис Фабиано стоит в составе Нович Сити. Очень я его побаиваюсь. Если быть честным. Ну что ж, команда поблагодарили... Не поблагодарили, прошу прощения. Поприветствовали друг другу и судейскую бригаду. И теперь смотрим на составы. Точнее, состав Новича мы уже посмотрели. Состав Эвертона. Формации Эвертона. Ну и... Ждём пока футболисты займут свои места. Можем начинать. Неплохую предсезонку показали несколько игроков Эвертона. Которые сейчас также находятся в основе. Это... В частности, Рос Баркли. Это... Кевин Миралес. Это также ряд защитников. Ну, собственно, все, кто сейчас в основе, в принципе, неплохо себя проявил. Разве что Тим Ховард иногда чудил. Посмотрим ещё, как против этого бороться. Ну, и свисток в начале встречи был. Мяч у Норвича. И первая атака. Нет. Нет. В руки Ховарда эта атака мяча привела. На Кевин Миралеса передача. Дальше Коуману. Симус убегает на фланг. Там Рос Баркли. Отличная стеночка. Все сыграли на Баркли. А тот увел мяч на Коумана. В принципе, неплохая атака получилась. Разве что дезинф... Ну, какая-то... Нет, не дезинформация, конечно же. А дезориентация произошла у футболистов атаки Эвертона. Ну, по крайней мере, так казалось. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что происходит. Один-один. Получилось выйти. И тут уже Тим Ховард. Тут не поспоришь. Отлично вышел. Отлично спас свои ворота. Потому что... Ну, возвращаясь от дезориентации, да? К... А не... О. Потому что выглядело это как раз-таки очень глупо. Их атака. И казалось, как будто бы они, футболисты, потеряли и мяч, и себя в пространстве и не могут найти. Де Ло Фео. Здесь помог оборонительной линии. Полман. Конечно, играет на вынос. Чтобы не рисковать. Но мяч у футболистов Норвича оказался. Правда, ненадолго. Фил Джеггелка с мячом. Апостолс Велиос. Отлично. На Миралеса. Миралес. Но Борис. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И отворот. Отворот. Я, кстати, возможно, Апостолса Велиоса пару раз назвал Аросом Баркли. Прошу прощения за это. Мог. Они очень похожи. Сдалека. Мог перепутать. Только сейчас это мне в голову пришло. Решил сразу такую ремарочку для вас провести. Ну что ж. Отворот. Руди выбивает мяч. Там Луис Фабиано. Против него Сильвин Дистен был. Победа за Сильвеном. Полман. Играют на Гаррета Берри. Тут на Дело Фео. Неплохой перевод. Мяч у испанца. Дело Фео на Апостолоса. Там нарушение было. Конечно же. Конечно. Было нарушение правил со стороны игроков Норвича. По ноге удар был от детей. Бейнс у мяча. Собственно, неплохо пробивает. Но я, наверное, все-таки навешу. И вот он навес. И очень далеко. Очень высоко. И очень никуда. Показывали Тим Ховарда. Его сейф я, к сожалению, имею дурную привычку пропускать. Повторы такие. Буду стараться избавляться от нее. Полман. Играет на Миралиаса. Очередной финт отличный Миралиаса. Посмотри, у него и корпус потрясающий. Их скорость отличная. И на Колмана он играет. Супер. Колман. Навес на Апостолоса. Нет. Не получилось выиграть борьбу Апостолос. Колман. Удар поворотом в ближний угол. Пробил защитник. И тут уже надо благодарить галкипера Норвича. Потому что это действительно был отличный сейф. Кевин Миралес. Вновь на подаче углового. С правой ноги. Ой-ой-ой. Мяч Луиса. Фабиана. На него бежит Гаррет Берри. Луис смещается на правый фланг. Играется с Нотгрессом. На Эльмандера передача. Эльмандер один на один с галкипером. Его съедает Дистон. Молодец. Делло Фео. Вновь Делло Фео. Играет Номиралеса. Конечно. Отличный перевод. С небольшой обработкой на Османа. Закинул мяч. Вот это тот центральный защитник Норвич. Имеет дурную привычку задерживать мяч у себя. Ну не вот этот вот. Это, конечно же. Это не центральный защитник. А тот, что был ранее. С Нотгресс. И вновь Дистон спас. Поворота. Баркли. Апостолос Велиас. Миралиас. Миралиас убегает от Ольсона. И прострел. Но вот не вышло. Прострелить, конечно, в ноги Баркли или Апостолоса. Но возможно это заслуга как раз-таки защитника, который мешал. Плохо так мешал. Делло Фео не дал. С Нотгрессу мяч доставить вперед. Но правда это лишь в первый раз. Во второй раз Луис Фабиано был в положении вне игры. Ну вот и опять один из тех оффсайдов, которые еле-еле заметны. Еле-еле видны. Гаррид Берри. Играет на Бейнса. Доставай мяч. Конечно же достал. Делло Фео. Неплохо увидел Бейнса. Делло Фео. И навес. И что это? Непонятно. Абсолютно непонятный какой-то удар испанца. Но и, видимо, сам голкипер этого не ожидал такого удара. Потому что он еле-еле вытащил его. Видите, как он пошел на мяч. А потом оказалось, что мяч очень высоко. Видимо, сначала была иллюзия, что тот улетает за вороты. Но потом уже понял, что нет. Кевин Миралес на подаче. Но, наверное, мы позовем кого-нибудь другого. Например, Делло Фео. Гаррет Берри. Гаррет Берри. Абсолютно непонятный. Гаррет Берри. Гаррет Берри. Гаррет Берри. правда даже без фиксации положения вне игры было бы отворот потому что кевин промазал поворотом собственно вот напоминаю отлично играет защите сильвин дистон вот еще один проход от миралеса и но не получилось навесить кстати на него у нас она к вина супер передачу отдал кто-то из этих двоих либо рост баркли либо апостолас велиас действием на баре играет на османа попытка дальнего удара в принципе в свор летела но орудие все видела спас ворота 45 минута встречи сейчас будет уже свисток скорее всего миралес теперь еще и в обороне помогает дистин выносит подальше а вот до ворот мяч довести не вышло но и все на этом первый тайм закончен 0 0 куча моментов было собственно больше у ворот норвича что не может не радовать лично меня молодцы ребята хорошую игру показывают я очень надеюсь что где-нибудь на 75 минуте когда я выпущу пинера и ару на коне они освежат игру и добавят скорость на 70 75 где-то так посмотрим ну а пока что на второй тайм у нас дал фл с мячом играет на бейнса и пошел бейнс просто лейтон бейнс на левом фланге неплохой навес только куда на велеса нет ну то есть не бейнс на велеса там уже отскок на велеса прилетел конечно же навес был непонятно куда ну и удар апостолса не получился если честно сейчас можем даже посмотреть на реплей там он кого-то убил стопудово при нанесении удара вот момент ам блин как же во все ой-ой-ой просто столкновение какое-то жестокое очень но это не он убил конечно же это игрок норвича сам прыгнул ну что ж на орудию вновь будет выносить 48 минута миралец играет на коллмана побежал коллман снимоз показывал сейчас видимо что он как лейтон бейнс может к атаке подключаться но не получилось по крайне мере также осман ай-яй-яй-яй к сожалению вот примерно таких вот проходах его я говорил из центра к атаке но не вышло в этот раз норвич с мячом на снотгресса передача неплохая бейнс тут на скорости фиар кто-то из наших футболистов лежит на газоне еле-еле поднимается что очень плохо мартин нет мяч уже идет вау это было дело фео это он лежал об этом как раз таки показала нам выноска спасибо режиссеру делу файл на османа играет номера леса тот возвращает осману нет ли он не прошел мяч все еще у эвертона барри бэри прошу прощения бэйнс играет над лфл вновь бэйнс осман полман не прошел а пока что не очень игру показывает саймон или симон симон конечно не симон и не саймона симус и привел атаку тело жигелка был вынужден фалить заработал желтую карточку заслуженно 64 минуты я пожалуй проведу вот такую замену вейдена ковна ну и пейнер выпущу вместо делу фэл апостола с велиас пусть пока по плохой момент у норвича головой был послан мяч сторону ворот пинар нет 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 не прошел он тернера отличный заброс отличный апостолас пробил но мне попал в створ вот он тот самый момент когда сейчас вынесут мяч чтобы сразу не прошла вот так вот и теперь делаем замену апостолс велиас на рунаконная что все таки нам нужен форвард который будет точно не очень-то часто доходил ворот миралиас набирает скорость по флангу входит в центр немножко смещается точнее сейчас будет входить штрафную не это нарушение правил конечно же и можно даже желтую дать потому что если это не это нарушение то там было бы очень опасно ольсин хватал миралиаса за руку тянул за майку ну и вот она замена бэйнс у мяча и отличный момент но и две штанги подряд это просто что-то невыносимое вот личный момент там и аруна конне был шанс забить и действий по моему пробивал головой да сильвин дистин дайте посмотрю повтор этого штрафного и перекладина бэйнс отличный разбег удар очень хороший но она кстати говоря в защиту можно сказать галкипера норвича что если не перекладина если не крестовина даже говоря честно то скорее всего был бы сейф ну и вот сильвин да 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 это сильвин дистин головой выигрывает борьбу у защитника но получается послать мяч только в штангу тут нарушает безбожно просто вовсю и появляется шанс у аруна конне пробить она лишь угловой получилось заработать да кемин миралис у мяча вот она подача аруна конне выиграл борьбу хотя я хотел на на сильвина дистина бэйнс спиннер нарушение правил безбожное ну блин там два или три раза нарушил господи дай желтый бэйнс неплохо пробивал опять же но тут очень далеко было что такое забивать нам все таки кажется а роналду будет или робота карлоса или просто не выходить из качалки сначала 10 лет качать ноги на предмет икры а потом уже ой 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 какая ошибка это может быть гол не от силен дистан отличная оборота вот а потом еще лет десять просто просто поворот или совместить все это дело бэйнс не прошла передача чистую на бэйнса аруна конне отличный отбор и пробил неплохо сквозь защитника но дал кипер на месте 81 минута 0-0 или еще один угловой эхмиралес на подачу ну и там вот кстати говоря рост баркли помешал сильвину дистанции пробить ну или дистанции росту помешал как хотите думаете пионар бежит закрыть эльмандер на правом фланге эльмандер догнал мяч ты посмотри выходящий пионар пионар справился с мартином аут заработал не получилось навесить пройти не вышло но аут в пользу эвертона не вышло довести мяч до роста отличный момент у норвича и тут просто надо встать и поаплодировать Тиму Ховарду который спас команду от забитого мяча безусловно если бы не он то сейчас еще был бы 1-0 тут даже Семен Дистан был бы в силах помочь угловой у норвича не удался сейчас посмотрим на контратаку если она будет сейчас 90 минута уже идет удар вновь Тиму Ховард 5 минут аж добавили к основному времени Тиму Ховард справился да с этим выстрелом но сейчас будет еще один угловой ну и вот она контратака Кевин Миралес отправляет мяч на Аруна Коне выход 1 на 1 Аруна Коне удар ближний угол это угловой нет это не угловой Баркли Стивен Пинар неплохой замах входит в штрафную Стивен Пинар прострел Аруна Коне удар поворотом не было гола и не будет в створ не получилось у Кудюарца попасть к сожалению вот так ближний угол бы пробил и все было бы хорошо но нет и скорее всего 0-0 за счет этой за счет этого промаха да да свисток состоялся это ничья это 0-0 в принципе неплохая игра была показана и Эвертоном и Норвичем конечно нельзя не вспоминать те ту крестовину и штангу от Бейнса и Семена Дистона ну и я склонен утверждать что Семен Дистон лучший игрок встречи но нет смотрите как возможно это все-таки Уэйтен Бейнс нет Руди лучший игрок встречи Руди галкипер Норвича хотя ну хрен узнает по мне так больше наши игроки косячили несмотря на это наша защита тоже отлично сыграла Миралес опять на высоте Берри крут все здорово были шансы и у Бейнса опять же и у Дистона и у Миралеса того же самого и у Аруна Конне даже у апостола Савелиаса было было пару моментов в принципе насыщенная встреча мыла но из нее мы унесли только одно очко Мальчестер Юнайтед купил за 25 с половиной миллионов Тиангу Сильва вот это приобретение да один из лучших защитников центральных на мой взгляд который протираем жопу в ПСЖ теперь медиах так так на пресс-конференцию опять Вест Амбромвич давайте Эвертон опять смотивируем почему нет люблю мотивацию мотивированных людей еще больше люблю ну и игра с Вест Амбромвичем будет в следующей серии пока что была сыграна одна игра было заработано одно очко мы занимаем 13 позицию это только начало ребят надеюсь вам все нравится если это так не забудьте подписаться поставить лайк оставить комментарии все это жутко помогает ну и собственно мне приятно всем пока